Общественное обсуждение проекта по внесению изменений в генплан поселения – процедура публичная и открытая, и славянцы активно участвуют в этом процессе, выражают своё мнение и вносят предложения. Поэтому, как только жители Рыбака обратились в местную администрацию с рядом вопросов и опасений, была организована отдельная встреча в выходной день, чтобы в ней могли принять участие все желающие. Глава поселения Максим Бринчагов совместно с депутатами муниципального комитета встретились с общественностью микрорайона Рыбак. Как сообщили представители местной власти, необходимость внесения изменений в генплан назрела уже давно, так как существующий документ не учитывает современных требований и модернизации социальной и экономической инфраструктуры, а также не позволяет развивать производство и привлекать инвестиции. Главная тема, вызывающая тревогу жителей, это перевод территориальной зоны жилой застройки и рекреации в зону транспортной инфраструктуры двух земельных участков на мысе Мальцево. Мы переводим в соответствие генпланы ПЗЗ, так как в своё время ПЗЗ внесли зону транспорта и с аукциона компания купила право аренды на эти земельные участки. Соответственно, целевое назначение было написано под водный транспорт. И вот это стало главным вопросом на повестке общения с жителями. Наглядные материалы, отражающие суть предлагаемых изменений, были размещены здесь же и люди активно их изучали. Кроме того, присутствующие на встрече поделились с главой и депутатами своими мыслями и опасениями. Мы здесь живём уже 12 лет. Мы выбрали это место, потому что оно экологически чистое, возле моря. Мы хотим жить здесь с чистым воздухом. И дети наши, и внуки у нас уже здесь живут. Люди опасаются за экологию, за будущее детей. Большую роль здесь играет недостаток информации. Что будут строить, кто, зачем и как это повлияет на жизнь местного населения. Жители предложили, и это предложение нами услышано. В ближайшее время мы будем приглашать представителей компаний, чтобы они показали, чтобы люди поняли, куда они идут, что они проектируют, если проектируют, и что они собираются строить, как использовать этот земельный участок. Сейчас идёт активный сбор замечаний и предложений по проекту Генплана. В журнале учёта, который находится в районной библиотеке, можно написать свои предложения или же замечания. Мнений действительно было высказано достаточно много. Мы все мнения учли. Кроме того, у жителей есть возможность до 4 декабря высказать свои мнения письменно в рамках действующего законодательства, в рамках общественных обсуждений изменений в генеральный план «Славянки». И эти мнения будут всесторонне изучаться обязательно комиссией, которая будет их рассматривать. Заметим, что на очередном заседании Думы районные депутаты приняли изменения в генплан Безверховского сельского поселения. Мы приняли изменения в генеральный план Безверховского сельского поселения. Теперь жители могут оформлять свои земельные участки иными способами распоряжаться. Это действительно очень сильно долгожданный для них, для жителей Безверхова документ. По вопросу внесения изменений в генеральный план «Славянского городского поселения» полномочия по внесению изменений находится в компетенции муниципального комитета «Славянского городского поселения». Хотелось бы, чтобы депутаты услышали мнение жителей «Славянки» и приняли объективное решение. Да, точку в этом вопросе совсем скоро поставят депутаты муниципального комитета. А подобные встречи показывают, что только диалог и информированность помогают принятии стратегических решений. На встрече нашлось место и для текущих вопросов микрорайона. Глава поселения Максим Бринчагов обсудил с жителями предстоящий ремонт дорог и установку уличного освещения. Виктория Беляева, Олег Кудинов, Новости Славянки.